В Казани проходит заключительный очный этап республиканского конкурса «Инженер года». Отбор прошли 109 участников, в том числе 12 из Казанского федерального университета. Подробности в следующем сюжете. Благодаря тому, что мы создали такую площадку, где собирается весь опыт знаний, так скажем, и конкурсантов, и членов конкурсной комиссии, идет дальнейшее тиражирование лучших практик на предприятии, и от этого выигрывает вся республика в целом. Сегодня инженеры востребованы во всех сферах промышленности и экономики. И если студент вуза начинает получать предложения от работодателей к концу обучения, за специалистом со стажем компании выстраиваются в очередь. Поэтому номинация «Инженер года» не только способ повышения квалификации, но и признание профессиональных заслуг перед республикой. Еще рано, конечно, говорить о рекордах, но хочу отметить то, что заявок больше нежели, чем в первом конкурсе. У нас 278 заявок. И хочу отметить то, что участие приняли более 70 организаций и трудовых коллективов республики Татарстан. В конкурсе принимают участие студенты вузов, получающие инженерную специальность, а также действующие инженеры предприятий республики Татарстан. Отбор в очный этап прошли 109 участников, в том числе 12 из Казанского федерального университета. Среди них будут определены победители в 12 номинациях. Необходимо было представить свои достижения в инженерной области за предшествующий год. То есть как раз это говорит о том, что люди практикоориентированы, их работы уже внедрены. Но кроме того, важно, инженер получает больше плюс, больше баллов, если у него еще есть научные наработки. То есть он как-то занимается практикой, внедряет у себя на предприятии. И кроме этого занимается, участвует в конференциях, заполняет документы на патенты, получает их, занимается рационизаторскими предложениями. И как раз нужно было это все собрать в единую презентацию, представить документально заочно членам конкурсной комиссии. Они выбрали 109 финалистов, и как раз таки завтра они будут представлять эти работы уже очно. Я веду, кроме инженера деятельности, свою научную работу, разработки, проектирования, моделирования. В рамках этого я получил патент, публиковался в базе данных скопус и в App of Science. Это в Российской системе со знания Альфреда Нобеля. Все-таки хотелось, чтобы инженера деятельности развивалась. Она давала свои плоды в Республике Тарстан, в своих отраслях. Очный этап конкурса завершится 29 октября. Торжественное награждение победителей пройдет ближе к концу года при участии президента Республики Татарстан. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.